Всем привет, с вами канал Всю Китай, и сегодня у нас на обзоре буквально студийный микрофон от бренда Комика. Модель его STA-U2D. Тут же сразу на коробке есть и изображение того, как он будет выглядеть. Указано, что это RGB кардиоидный конденсаторный USB микрофон, и то, что он может работать не только на ПК, но и на телефонах и планшетах. На боковых гранях коробки значками показаны преимущества, а на обратной стороне они же указаны и текстом. Бывает этот микрофон, кстати, в двух цветах, в белом и в черном, как у меня на обзоре. Ну и давайте посмотрим, что нас ждет внутри этой коробки. Сам микрофон дополнительно обернут в пакет, его мы рассмотрим чуть позже. Помимо него в комплекте есть металлический поп-фильтр с логотипом компании. Дальше крепление для микрофона по типу паука, то есть центральная часть держится на резинках, и нужно это для того, чтобы гасить вибрации со стола. Кстати, основание паука, как внутри, так и снаружи, выполнено из пластика, а вот часть по центру, где резьба для накручивания микрофона, металлическая. Вот эта часть, в том числе и вентиль, тоже выполнена из металла, а внутри у нее находится переходник, благодаря которому это крепление подойдет на любой пантограф. То есть, если его не выкручивать, то размер резьбы поменьше, а если выкрутить, то останется резьба побольше. Дальше у нас пакетик с различной макулатурой, тут есть QR-код, ведущий на онлайн инструкцию, карточка с сертификатами, гарантийная карта, естественно, не заполненная, инструкция в печатном виде, она наполовину на английском языке, а на вторую половину тут китайский. Из полезного здесь прописаны все характеристики, можете с ними ознакомиться. Ну и есть еще отдельная инструкция для комплектного кронштейна. Да, он тут есть в комплекте, в самом низу коробки. Здесь же лежит и USB-шнур для подключения этого микрофона к ПК или же к телефону. Этот кабель с USB на USB-C, но обычный USB тут выступает в роли встроенного переходника, то есть его можно вот так отсоединить и получить кабель с USB-C на USB-C. Ну а что же касается стойки, она состоит из двух частей. Это вот такая металлическая трубка, которая к тому же является телескопической. Открутив вот эту штуку, его можно выдвинуть, тем самым слегка увеличив его высоту. Наверху, куда будет прикручиваться паук, также есть две резьбы разного размера. И есть вот такой вот тяжеленный, конечно же металлический блин, чтоб вся эта конструкция плотно стояла на столе. В общем, как это все выглядит. Берем блин и накручиваем в него эту стойку. Из паука выкручиваем переходник и накручиваем паука поверх этой конструкции. Поп-фильтр тут просто защелкивается на пауке, но лучше сюда сначала поставить микрофон. Кстати, да, где он? Этот микрофон выглядит вот так. Верхняя часть этого микрофона, ну это сетка, выполнена из металла. Нижняя часть, где крутилки, тоже металлическая. Середина пластмассовая, так же как и вот этот ободок, держащий сетку сверху. Эта часть, кстати, тут выкручивается, и убрав поролон сверху и вокруг микрофона, можно разглядеть и капсюль. Тут же сразу хочу обратить внимание, что внутри он держится на плотной резиновой стойке, которая вибрации со стола тоже будет гасить. И это похвально. Что касается элементов на корпусе, то на задней части микрофона у нас есть кнопка для настройки RGB-подсветки, а под ней гнездо Jack 3.5 для подключения наушников. Ну, нужно это для мониторинга звука. На передней части микрофона есть две сенсорные кнопки. Верхняя включает и выключает микрофон, а нижняя переключает режимы. Я их вам дальше продемонстрирую. Ну и снизу две крутилки. Регулировка громкости микрофона и громкость подключенных к микрофону наушников. Разъем для подключения микрофона находится в самом низу. Если микрофон накрутить на стойку, то этот разъем будет выглядеть вот так. Ну и вот вам как выглядит этот микрофон на своей родной стойке. Высоты тут хватит вообще кому угодно, меня это прям порадовало. Ну и плюс, что эту высоту можно отрегулировать. Да и в целом этот микрофон выглядит очень солидно. Думаю, вы со мной согласитесь. При подключении к ПК этот микрофон определяется автоматически и никакие драйвера, естественно, устанавливать не надо. И так как внутри этого микрофона есть своя звуковая карта, устройство воспроизведения тоже переключится на него автоматически. Когда в этом нет необходимости, просто можно переключиться обратно на свои колонки или же наушники. Сразу после подачи питания на микрофоне загорится и RGB-подсветка. Она тут прям нищенская, маленькая полоска в центре микрофона. Имеет она 6 режимов, а эти режимы переключаются кнопкой с обратной стороны микрофона. Один из них это отключение этой самой подсветки, то есть 5 режимов и 6 это отключение. Что касается сенсорных кнопок, когда значок микрофона горит синим, микрофон включен. Если его коснуться, значок загорится красным, а микрофон, соответственно, отключится. Нижняя же кнопка переключает встроенный микрофон-пресеты. Если значок не горит, это обычный звук микрофона. Ну а если горит каким-то из цветов, значит включена та или иная преднастройка производителя. То есть смотрите, а точнее слушайте, как это выглядит на практике. Этот отрезок видео, если что, будет без фоновой музыки и без обработок шумодалов и прочего. В общем, это тот звук, который дает микрофон изначально, и сейчас эти пресеты не включены. Если я нажму на этот сенсор один раз, то кнопка загорится синим, а мой голос теперь будет записываться вот так. Мне кажется, он так становится более басистым и насыщенным что ли. В общем, не знаю, но что-то явно меняется. Второй раз, если нажимаю на сенсор, то кнопка светится зеленым, а мой голос превращается вот в такой. Этот режим тоже весьма интересный и поднимает, судя по всему, высокие частоты. По крайней мере, мне кажется именно так. А вот если я включаю третий режим, кнопка загорается голубым, и у моего голоса появляется значительное эхо. Слышится это может быть и круто, типа прям такая студийная запись, но с эхом, как по мне, перебор. А эти пресеты на микрофоне, к сожалению, не настроишь. Хотя для кого-то, может быть, и это будет полезным, но мне, например, для озвучки роликов это явно не подойдет. Кстати, как и заявлено, на телефоне этот микрофон тоже работает. Определяется он как USB наушники с микрофоном. Ну и здесь также работают пресеты и остальные функции, так как они зашиты прямо в микрофон. Отличное решение как для записи геймплеев с озвучкой, так и просто, например, для игр или записи каких-то видео. Короче, возможно, кому-то пригодится. В общем, попользовавшись этим микрофоном уже более недели, я точно понял, что обзор на него я буду озвучивать прямо с этого микрофона. И мой голос на протяжении всего видео вы слышали именно с него. Для записи я использовал первый пресет, за исключением момента, где я вам эти пресеты демонстрировал. Короче, как вы, наверное, понимаете, мне этот микрофон понравился. И я всерьез задумался о том, чтобы оставить его себе для закадровой озвучки своих обзоров. Только хотелось бы еще услышать мнение со стороны, от тех, кто мои ролики смотрит на постоянной основе. Где мой голос вам больше нравится? Здесь или, например, в предыдущем обзоре? Обязательно об этом напишите. Ваше мнение мне очень важно. Что же касается стоимости, то стоит этот микрофон на Алиэкспресс в районе 100 долларов. В этом же лоте можно выбрать комплектацию не со стойкой в комплекте, как у меня, а прямо с пантографом. Правда, это немного дороже. Ну и есть он там и в белом цвете. Судя по картинкам, в белом он выглядит даже поинтереснее. Но это уже кому как. В общем, где купить такой микрофон, ссылка будет в описании. Как на сам микро, так и на официальный магазин этого бренда на Алиэкспресс. А вас я жду в комментариях. Пишите, как вам звук, да и в целом этот микрофон. С удовольствием ваши комментарии почитаю. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Телеграм. С вами был Игорь, канал Всю Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!